Обама признал, что методы допросов ЦРУ часто шли вразрез с американскими ценностями. По его словам, пытки, о которых упоминается в опубликованном накануне докладе, наносят удар по репутации Вашингтона. Впрочем, не согласен с Обамой директор ЦРУ Джон Бреннан. Он выступил в защиту своих сотрудников. Бреннан уверен, что несмотря на жесткость допросов, полученная информация того стоила. Помогала предотвращать новые преступления, тем самым спасая жизни. Его поддержали и республиканцы в американском Сенате. Подробнее о скандальной публикации расскажет наш СОПКОР в США Александр Христенко. Главный вывод сенатского доклада. Метод допроса ЦРУ бессмысленный и беспощадный. Пытками разведчики просто выколачивали любые нужные показания против членов Аль-Каиды и сочувствующих. А президенту Бушу-младшему на стол ложился аккуратный антитеррористический доклад. Как выяснили сенаторы, из 119 заключенных, прошедших через секретные тюрьмы ЦРУ, минимум 26 человек были задержаны по ошибке или ложному доносу. Даже если не принимать в расчет вопросы морали, после детального изучения документов мы пришли к выводу, что вопреки заявлениям ЦРУ, принудительные методы допроса не давали какой-то жизненно важной информации, которую нельзя было получить иным способом. Разведчики не только пытали задержанных, но и обрабатывали население, говорится в докладе. Намеренно устраивали утечки информации в прессу. Убеждали журналистов, что благодаря жестокому обращению предотвратили не один масштабный теракт. И главное, вышли на след самого Бен Ладена. Голливуду понравилось. В боевике «Цель номер один» сцену пыток утоплением показали как очевидное, но необходимое зло. Когда ты в последний раз видел Бен Ладена? Если соврешь, я тебя покалечу. Истязания оказались и весьма денежным предприятием. На их организацию с 2002 по 2006 США потратили 300 миллионов долларов. Это не считая расходов на персонал. Допросы велись на суше, на воде и в воздухе. Сотрудничали с американцами 54 государства, включая многие европейские. Название этой страны в докладе вымарано. Но по датам агентству «Рейтер» удалось выяснить, что ЦРУ заплатило Польше крупную сумму денег. После чего ее руководство стало, цитата, «более гибким». И страна продолжила принимать заключенных в секретной тюрьме на своей территории. Сами пытки в ЦРУ умудрились отдать на аутсорсинг. Договор подряда получили двое американских психологов, которые специально для этого открыли фирму. По заказу Центрального разведуправления было разработано аж 20 видов пыток. Половину взяли на вооружение, остальные 10 даже в ЦРУ сочли чересчур зверскими. В частности, среди предложений было закапывать людей в землю заживо. А вот помещение человека в одиночную камеру размером с гроб одобрили и применили. Абузу Байда провел там неподвижно 266 часов. Халида шейха Мухаммеда, которого считают организатором терактов 11 сентября, топили 183 раза. Арестантов лишали сна на неделю, заставляли подолгу находиться в неестественных позах без одежды на ледяном полу. Один из заключенных погиб. И как офицеры ЦРУ отреагировали на доклад? Это меня больше всего беспокоит. Офицеры действовали по указу президента и в департаменте юстиции тогда заявляли, что все это законно и не является пытками. Но теперь их поставили в неудобное положение и дали повод переживать о том, что еще могут рассказать о них в будущем. Все это точно не красит нашу разведку. Правозащитники требуют, чтобы вслед за докладом появились уголовные дела. Пытки являются незаконными, они аморальны, это неправильно, это не работает. США превысили свои полномочия после 11 сентября и использовали пытки, когда они были не нужны. Кого реально можно винить, так это высокопоставленных чиновников, которые злоупотребляли полномочиями, зная, что это незаконно. Они должны понести наказание. Но на этот счет дискуссии во власти и не возникало. Минюст считает, что наказывать не за что. В 2002-м так называемые расширенные методики допроса были легализованы патриотическим актом президента Буша. И вроде никто и не виноват, что его так расширенно трактовали. Александр Христиенко, Филипп Дубровский, Елена Соколова. Вести. Вашингтон, США.